Борис Евгеньевич Майхровский, замгендиректора Росгосцирка. Его сообщение по названию совпадает с названием нашей конференции. Борис, Вам слово. Спасибо, Павел. Я думаю, мы постараемся всё-таки наверстать упущенное из-за нашей недисциплинированности в начале. И я поэтому прошу Вас уложиться где-нибудь в 15-17 минут. Спасибо. Спасибо, хорошо. Гораздо быстрее всё будет. Уважаемые дамы и господа, я рад от имени нашей компании приветствовать всех Вас сегодня в этом зале и всех тех наших гостей, которые приехали на замечательный фестиваль, которые, я просто не побоюсь этого слова, мы говорили с Фарзаной Рахимовной вчера об этом, проводят сегодня российское цирковое сообщество. Это очень важная фаза на пути развития нашего российского цирка, и мы благодарны, в первую очередь, Министерству культуры Российской Федерации и господину Мединскому, которые сегодня под патронажем Министерства культуры позволили собрать это представительное замечательное совещание и организовать этот прекрасный фестиваль. Хотелось бы сразу сказать, что 95 лет российской государственной цирковой компании будет в следующем году. К этому очень серьёзному рубежу компания подходит в атмосфере возросшего значительного интереса со стороны нашего правительства и Министерства культуры, за что мы очень благодарны. Начат ремонт ряда наших цирковых предприятий, это продолжается, и в следующем году уже несколько цирков будут остановлены для полноценного ремонта. И, кстати, в ходе ремонта этих цирков уже сегодня закладываются необходимые требования для комфортабельного содержания животных. Сегодня более 6 тысяч голов животных 182 различных видов существует в нашей компании «Росгосцирк». Существует отдел зооветеринарной работы и защиты животных, и те, так сказать, все необходимые нюансы кормления и содержания отрабатываются специалистами высокого класса. Наши специалисты были приглашены для обсуждения проекта закон и подзаконных актов о гуманном и ответственном отношении к животным, который, кстати, в Государственной Думе готовили под непосредственным руководством Владимира Стиславовича Мединского в бытность его в Государственной Думе. Также могу сообщить, что Министерством культуры Российской Федерации разработана и одобрена нашим президентом концепция развития циркового дела в Российской Федерации, согласно которой мы и выстраиваем нашу дальнейшую экономическую и творческую политику. И отдельно там тоже указано о том, что работа с животными должна проводиться гуманными методами и с улучшением их содержания. Сегодня, скажем так, что мы не можем отрицать того, что нас критикуют со стороны Организации защитников прав животных. Вы знаете, я готовился к этому разговору так довольно серьезно и собирался много рассказывать, потому что мне по роду работы приходилось много сталкиваться с деятельностью Организации защитников прав животных. Но, вы знаете, меня совершенно просто-напросто удивил вечерний выпуск новостей позавчера, когда по нашему центральному телевидению были высказаны абсолютно совершенно новые прочтения функций природоохранных организаций мира, в том числе Greenpeace. Я думаю, что многие из вас слышали, к сожалению, мы сегодня не можем воспроизвести этот отрывок передачи Вести, но многие могут посмотреть, что в деятельности своей эта организация, которая получает многомиллиардные пожертвования ни перед кем не отчитывается. Эти организации, как и ПЭТО, который представляет, так сказать, защитников прав животных в Америке, как и наша ВИТО, многие люди туда сдают членские взносы, а отчетов о их деятельности каких-то эти организации не представляют. Дело в том, что они как бы агрессивно настроены в основном к цирку и к цирковым животным. Могу сказать следующее, что когда вот с присутствующим здесь нашим господином Базаровым мы были в прошлом году на конференции АТА, Всемирной организации по транспортировке животных, мы с огромным удивлением для себя узнали, что ведущие мировые корпорации, так или иначе связанные с животными, а именно парфюмерные корпорации, медицинские, где нужны лаборатории животных и так далее, бюджеты держат для взаимоотношений с нашими защитниками прав животных. То есть, вы знаете, так вы нам заплатите, и мы к вам тогда не придем. И это становится узаконенной формой рекета во всем мире. И сегодня об этом просто в открытую прозвучало по российскому телевидению, так сказать, по Первому каналу. Поэтому, скажем, определенный звонок этот состоялся, и я считаю, что наше сообщество должно тоже с вниманием отнестись к этим сигналам, что далеко не все так безупречно и безоблачно в стане тех, кто нас сегодня пытается критиковать. Я не отрицаю того факта, что в таком огромном цирковом сообществе, конечно же, могут быть, ну, скажем, какие-то недоработки в плане работы с животными, но могу сказать еще одно. Каждый наш директор цирка, ряд из которых присутствует здесь, обязан контролировать то, как проводятся репетиции работы с животными под свою персональную ответственность. И они могут понести, если в организации, которой мы подчинены, нарушаются нормы гуманизма, они могут поднести дисциплинарное изыскание. Подчеркиваю, это у нас уже разработано, и это у нас работает. Далее, господа, хочу сказать вам следующее. Сегодня существует закон о гуманном отношении к животным. Господин Базаров, вот как раз который принимал участие тоже деятельно в его разработке, который сегодня будет выступать и более подробно несколько изложит, так сказать, версии существования. Я немножко более кратко скажу, что на сегодняшний день этот закон приравнивает Росгосцирк, приравнивает Большой Московский цирк, приравнивает цирк Никулина к так называемым пляжным фотографам. То есть мы с ним в одном статусе сегодня находимся. И та ситуация, что вот это так происходит, она абсолютно на сегодняшний день неприемлема. И я думаю, что на нашей конференции это должно прозвучать сегодня, и мы должны определенным образом какое-то свое отношение к этой ситуации сложившись и выразим. Потому что я думаю, что этот закон нужно обязательно совершенствовать. Он сегодня не представляет интересов нашего циркового сообщества, которое направлено именно на воспитание гуманного отношения к животным. Это первый абсолютно вид искусства, который, как правило, посещает ребенок и который первым видит, так сказать, работу с животными. И, дорогие друзья, могу вам сказать, что сегодняшняя наша конференция, она, естественно, ставит ряд вопросов. И, естественно, в конце нашей конференции мы подытожим ее, и будет дан определенный ответ, как нам дальше жить, как нам выживать в этих очень непростых, все время меняющихся условиях. И я думаю, что таким шагом должно стать создание и в России ассоциации дрессировщиков-животных. Такой орган, по нашему мнению, абсолютно необходим. Он должен выражать, так сказать, мнение всех дрессировщиков, он должен вести определенную политику, он должен контролировать гуманные методы работы и обращения и содержания животных. И я думаю, что в будущем этот орган может даже заниматься аттестацией и, так сказать, тестированием дрессировщиков. Такая модель давным-давно уже работает во Франции. Сейчас школа дрессировщиков, насколько я знаю, создана в Северной и Южной Италии, и люди получают так называемый сертификат КПСИТЭ, который позволяет им работать с определенными видами животных, как специалистам в области этого жанра. Поэтому вот, уважаемые коллеги, вся эта информация, которую я сегодня вам даю для обсуждения. И сегодня мы также пригласили людей, которые, скажем, готовы выступить. Это будет наш представитель из Соединенных Штатов Америки Дэвид Кайзер, который покажет концепцию цирка Рилдинг Барнем и Бейли по содержанию перевозки животных. Это на сегодняшний день, наверное, самое серьезное, что сегодня в мире существует в этом виде. Сегодня также на нашей конференции присутствует протоиерей Александр Фролкин, который будет с нами говорить о православном отношении к братьям нашим меньшим. Спасибо, дорогие друзья.